И всем привет, люблю балет! С вами Мурик Артист. Мы давно не виделись, вы, наверное, уже соскучились. И сегодня я расскажу о том, куда я пропал на полгода, а также о балетных новостях в этот тяжелый период. Так, ну, коротко обо мне. Сначала я занялся сессией в декабре, помните, да? Я выкладывал пост. Она была очень важной и тяжелой, потому что это была последняя моя сессия, так как в июне уже диплом. Поэтому я очень готовился, сдал все на отлично. А потом я улетел в Мексику на полтора месяца в январе. Я улетел с одной задачей, про которую, к сожалению, пока не могу рассказать, потому что если я расскажу, то, возможно, это не сбудется. И как только можно будет рассказать, я вам сразу расскажу и покажу. И это будет реально прикольно, интересно. Я тут все это время снимаю, на самом деле, весь этот процесс, что мы делаем. Поэтому я потом все объединю в один ролик и обязательно выставлю. Ну и, конечно, за день до моего дня рождения, кстати, 24 февраля, случилась специальная военная операция, которую вы уже знаете. Простите меня сразу за то, что я не договариваю. У нас цензура, как знаете. Поэтому мне пришлось отложить свой приезд в любимый Питер на еще два месяца. Поэтому я сейчас вот с кактусами в Мексике продолжаю где-то до июня быть тут. Но то, что произошло, наверное, худшее событие, которое могло произойти вообще. И вы сами знаете, насколько это все плохо. И я максимально поддерживал подписчиков из Украины как мог. У меня очень много подписчиков как из России, так и из Украины. И особенно было тяжело, когда мне писали балетные дети из бомбоубежищ. Это было очень тяжело читать. И те, кого я поддерживал, все знают. Я ничего, свои поступки не собираюсь никому доказывать. Просто хочу, чтобы вы посмотрели один отрывочек из моего самого первого балетного влога, который выпустился уже где-то более года назад. Вот, посмотрите. Это Сева, он из Украины. Россия и Украина. Любовь. Люблю этого украинца. У него недавно было день рождения. Поэтому поздравим его день рождения. И мое мнение не изменилось. Ну а теперь к балетным новостям. И первое, с чем столкнулся балетный мир, это с уходом иностранных артистов из театров. Для кого-то это радость, для кого-то это горе. Ведь многие иностранные артисты уже успели влюбить в себя зрителей. Я каждый день начал получать сообщения от своих друзей, что каждый уходит раз, второй, третий, четвертый, пятый. Все начинают уходить. И солисты, и каждый балет. Вот. Но мне кажется, многие артисты и обрадовались. Ведь мы признаем, что многие иностранные артисты танцевали более хорошей партией, чем наши. Но я просто думаю, что это связано с тем, что иностранным артистам как-то легче покидать театр и искать лучшее для себя условие, чем нашим. А как наши? Вот они оканчивают академию, идут в какой-нибудь театр и их загнобили. Им сказали, что они ужасные, что они хуже всех, их самооценка ушла. И они до конца жизни в этом театре. Ну, в принципе, вот так и работает наш менталитет. Ведь русские – лучший кардебалет. Лайк, если же за. Если брать знаменитые имена, которые покинули Россию, это, конечно, Ксандр Париж. У меня, кстати, вот тут вот есть видео. Влог-интервью с Ксандром Парижем и Лебединого озера. Обязательно посмотрите. Оно прям очень классное. Также страну покинула прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова. Она уехала в Амстердам. Туда же поехал Виктор Кайшета, например, из Мариинского театра. Также покинули страну Мэйна Гахиса, Дэвид Моцесуарес, Якоба Тисси и многие-многие-многие другие. Уехали даже те, кто поначалу не хотел уезжать вообще. Все равно их заставили уехать. Грустно, конечно, грустно. Я со многими из них знаком лично. Поэтому я искренне желаю им найти себя в другой стране. И напишите в комментариях, может, мне стоит созвониться с кем-нибудь из них и взять у них короткое интервью. Если вам нравится эта идея, напишите в комментариях плюсик. Пам-пам. Ну и одной из, наверное, самых-самых главных новостей стало. Путин предложил Гергиеву объединить дирекции Большого и Мариинского театра. Ну, так скажем, воссоздать бывшие дирекции императорских театров. Но президент сказал, что это не точное решение, а пока размышления. Так что посмотрим, что будет дальше. Вот это реально интересно. Ну и обычно, когда тебя не взлюбили в одном театре, ты мог уйти в другой театр. А вот что теперь делать, я не знаю. Пам-пам. И еще одной новостью стало, что иностранные хореографы не приедут в Россию ставить свои запланированные балеты. А также запрещают русским театрам исполнять их хореографию. И держать ее как в репертуаре, так скажем. И все мы знаем, что Стасик, ну, простите за мой балетный сленг, балетные поймут, ценился своими современными постановками. И вообще как бы шел по пути к современке, так скажем. Но тут вдруг Лоран Иллер покидает пост художественного руководителя Стасика. И театр остается на несколько недель без художественного руководителя. Но тут вдруг случилось самое шокирующее событие лично для меня. Чтобы вы понимали, когда я увидел этот пост, я вот так вот сидел в телефоне, вот так открыл рот и сидел вот так вот минут пять. Потому что новым художественным руководителем Стасика стал 24-летний Максим Сивагин. Это мой очень-очень-очень хороший друг. Мы с ним жили три года в одной комнате. Это мой одноклассник. Правда, учился в параллельном классе, но все равно. То есть я всю жизнь, все свое юношество провел как бы с этим человеком. Мы все всегда дружили, ну, до сих пор дружим. Это очень круто. И мы с ним столько всего пережили вместе. И я всегда всем говорил, что он станет очень крутым хореографом и останется в истории балета. Может, кто помнит, кому я говорил. И у меня, кстати, даже есть видео, как я его снимаю в комнате, когда он ставит балет. Это вот квадратный метр буквально в комнате. Но он там так вдохновленно ставит балет. И вот посмотрите, я нашел у себя в архиве. Вообще, Максим Андреевич уже с детства ставил концертные номера. Я помню, были концерты, и там было по 10, по 11 номеров. То есть именно он ставил. Потом он ставил одноактные балеты уже. Я помню, кстати, как мы с ним танцевали «Венгерскую рапсодию». То есть мы с ним танцевали в его же постановке. Мы даже танцевали в Мариинском театре, я помню. Поэтому потом, после выпуска, я остался в Питере. Максим уехал в... Ну и потом, после выпуска, я остался в Питере, а Макс уехал в Мады... Вертолеты летают. Я желаю Макса всего самого лучшего. Да ему даже желать ничего не надо. Он в любом случае всего добьется. Я надеюсь, театр с новым художественным руководителем, с современным художественным руководителем, будет делать какие-то современные прогрессивные решения в плане медиа. Так что завалите директ Максима Андреевича, пожалуйста, что, Максик, хотим влог Муриков в Стасике. А вообще я прошу довериться мне и моему знанию лично Максима и пожелать ему удачи в новой должности. А еще я сейчас понял, что я под мандариновым деревом. Пам-пам! Мне кажется, вот так должен стоять балетный корреспондент. А я думал, слова. Также я увидел новость в группе Академии русского балета, что приз Лозанны, один из самых известных балетных конкурсов, решил приостановить свои связи с учреждениями, которые поддерживают официальные отношения с российским правительством. Ну и, конечно, последовал ответ от Николая Максимовича Скоридзе, который был обескуражен этим письмом, ну и вообще высказал свою позицию. Ссылки я прикреплю ниже в описании. Пишите, почитайте и напишите комментарий. Как вы считаете, кто прав? Лозанна, которая присоединилась к остальному миру против России, или все вариации под музыку и хореографию, которые исполняют на конкурсах, придуманы в России, и как бы они, можно сказать, отрешились от России, но как бы существуют за счет русского. Напишите в комментариях, какой версии вы придерживаетесь. Пам-пам! Ну на этом все, ребят. Это были все новости на сегодня. И расскажите, как вам? Интересен ли этот формат? И вообще, нужны ли вам такие новости в такой сложный период? И так как отключили монетизацию на YouTube, я надеюсь, вы смотрите это видео с VPN и поставили какую-нибудь геолокацию на Америку или Австралию, потому что там больше всего платят за просмотр с человека. Так вы поддерживаете своих любимых блогеров, не только меня. Ну и как всегда, с вами был Мурик Артист. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, колокольчики. Я по вам очень заскучился, поэтому прочитаю все обязательно. И до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok